Добрый день! Сегодня у нас необычный инсталайф в онлайн формате. Мы традиционно встречаемся с преподавателями института, в котором задают вопросы абитуриенты. Однако сегодня мы впервые проводим инсталайф для наших студентов Казанского федерального университета. Тема сегодняшнего эфира это переход университета на дистанционное обучение. На вопросы ответит проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Альбертович Таюрский. Вы можете задавать свои вопросы в нашей прямой трансляции, а я их обязательно озвучу. Но для начала, Дмитрий Альбертович, расскажите, пожалуйста, что вообще с собой представляет переход на дистанционное обучение? Добрый всем день. Я бы поправил сразу же ведущего. Это не переход на дистанционное обучение. С 19 марта Казанский федеральный университет перешел на реализацию образовательной деятельности с использованием электронной информационно-образовательной среды. Это означает следующее. Ну вот, например, мы сегодня посчитали, мы должны обеспечить порядка 15 тысяч дисциплин в этом семестре преподавания по всем институтам. Значит, мы примерно с институтами посмотрели где-то 12 300 дисциплин. Это дисциплины, которые в принципе возможно обеспечить поддержку с помощью тех средств, о которых мы сегодня еще с вами поговорим. Порядка 1700-1800 дисциплин, их в принципе невозможно обеспечить полностью переходом с использованием различных образовательных инструментов, имеется в виду интернет образовательных инструментов, поскольку они связаны с обязательным посещением лаборатории, с выполнением практических занятий в лаборатории, те же самые занятия по физкультуре. Поэтому здесь сегодня мы пока что видим речь о тех дисциплинах, по которым возможен переход к образовательной деятельности с использованием образовательной электронной информационной среды. У нас есть несколько вопросов от студентов, которые уже до этого поступили. Вы частично уже на него ответили. Как быть с лабораторными проектами из-за дистанционного обучения? Сегодня ситуация такова, что никто не может предсказать, какова будет ситуация в ближайшие 2-3-4 недели. Пока мы ориентируемся ближний горизонт, это как минимум 3 недели, и на это время занятия по дисциплинам, реализации которых невозможно с использованием тех образовательных интернет-ресурсов, мы просто переносим занятия. Если же ситуация будет развиваться по худшему сценарию, и мы будем вынуждены работать в условиях профилактических мер гораздо более длительный промежуток времени, реализация таких дисциплин будут перенесены на следующий семестр или на следующий год вообще. Хорошо, спасибо большое. Процитирую следующий вопрос. Я иностранный студент по обмену, и у меня нет логина. Как я могу входить в систему? Ну, во-первых, вы можете обратиться в деканат или в директорат соответствующего института, и вам такую возможность предоставить. Далее, логин и пароль для студента нужен для входа в его личный кабинет, где размещается информация по виртуальной аудитории. Но на сегодняшний момент мы используем все возможные методы дистанционных образовательных технологий. Например, мы используем очень широко Microsoft Teams, когда преподаватель дает своим студентам прямо непосредственно ссылку и организует аудиторию, которая по лицензии может у нас сегодня до 250 человек собирать аудиторию в режиме онлайн. Многие преподаватели используют Zoom, система видеоконференции Zoom, которая позволяет собирать аудиторию по видеоконференции до 100 человек. И если преподаватель завел себе соответствующий аккаунт в системе Zoom, то каждый студент, который обучается, может попросить у преподавателя этот аккаунт, туда входить можно безо всякого логина и пароля. Далее, широко практикуется видеоконференция по Skype. Это до 25 человек аудитория спокойно собирается. Сегодня есть уже очень хорошее предложение от Mail.ru групп, который значит ВКонтакте. Там тоже они обещают, что очень легко собирается конференция, до 50 человек совершенно легко. Мы используем трансляции через систему YouTube, где фактически неограниченное число пользователей может просматривать видеоконференцию. Так что здесь никаких ограничений нет. Если же хотите пользоваться виртуальной аудиторией, вам есть такая необходимость, то, пожалуйста, обратитесь в соответствующий директорат или деканат института, и вам такая возможность будет представлена. Есть еще такой вопрос касаемо экзаменационной сессии у выпускных курсов. Будет ли она проходить очно или тоже в формате какой-то видеоконференции? Во-первых, я студентам нашим очень сильно порекомендовал следить за видеоконференциями, которые проводят Министерство образования и науки Российской Федерации. И как раз вот только что, буквально, наверное, час назад закончилась очередная такая видеоконференция, где вопрос о государственной итоговой аттестации в этом году пока оставили открытым по развитию событий, как будет развиваться ситуация в стране. Возможно, переход будет и проведение такой аттестации в режиме онлайн. Кстати, в Казанском университете это не новшество. У нас очень много студентов обучается по совместным образовательным программам, по программам двойных дипломов. И для таких студентов мы уже и в предыдущие годы реализовывали итоговую аттестацию в режиме онлайн. Никаких проблем здесь нет. А еще задают вопрос, до какого числа, собственно говоря, продлится карантин в Казанском Федеральном? Ну, я ответил на этот вопрос. Это связано с ситуацией в стране. Но мое такое мнение, не раньше конца апреля мы выйдем из этого режима. Это в самом лучшем случае. Но я думаю, мы на захвате месяц мая, а в худшем случае выйдем на итоговую аттестацию и на сессию в режиме онлайн. Ну и следующий вопрос, который как бы вытекает из предыдущего. Можно ли студентам на время карантина уезжать домой? Мы никому не запрещаем уезжать домой, при условии, что студенты будут иметь возможность участвовать в образовательном процессе в полном объеме. Что имеется в виду? Они будут обеспечены там соответствующими интернет-ресурсами, соответствующими возможностями для выполнения тех заданий, которые дают преподаватели. А я еще раз обращаю внимание, что это не каникулы. Преподаватели дают те же самые задания, как и давали раньше. Эти задания посредством электронной почты или посредством чата или еще какими способами доставляются преподавателю. Преподаватель все это проверяет, так что общение со студентами идет на том же самом уровне. Более того, хочу сказать, что по тому опыту, который мы получили за последние три дня реализации, имею в виду 19, 20, 21 число, мы обнаружили, что у нас даже появились студенты, которые месяцами не ходили на занятия, но тут им стало интересно, и они проявили очень большую активность и стали участвовать в таком образовании. Еще есть такой вопрос. Если я живу в другой стране, могу ли я до июня сдать в Казани экзамены? То есть максимально мне непонятный вопрос, но озвучить его хотелось бы. Еще раз говорю, в немассовом порядке, в онлайн-режиме мы экзамены всегда принимали и будем продолжать принимать. Что касается перевода всей сессии в режим онлайн, пока что об этом речи нет, но в Министерстве образования и науки Российской Федерации такой вопрос поставили, и в ближайшие недели 2-3, видимо, в связи с развитием ситуации по новой коронавирусной инфекции такой ответ будет дан. Никаких проблем у нас с переводом всей сессии в режим онлайн у нас нет. Дмитрий Альберт, еще есть последний, я думаю, вопрос. Почему не отменяют медосмотры для студентов? С сегодняшнего дня такие медосмотры отменяются. Дело в том, что все медосмотры проходили в рамках диспансеризации, которые регламентируются соответствующими распоряжениями правительства. Сегодня такие диспансеризации все отменены, поэтому медосмотры тоже. Продолжают интересоваться, видимо, немножко пропустили часть вашего ответа. Когда можно будет сдать экзамены? Еще разок. Экзамены можно будет сдать в установленное время расписанием экзаменов. Это вопрос, ответ на вопрос, когда. А вот где и как, на этот вопрос я смогу ответить через некоторое время. Хорошо. Большое спасибо вам за такие развертые ответы. Еще разок напомню, телефоны горячей линии по дистанционному обучению, вы можете видеть их на экране, продиктую все равно. 8 843 233 74 46, 8 843 233 71 42. И если вдруг возникают какие-то трудности по техническим вопросам, телефон 8 843 233 36. Сегодня участие в нашем небольшом инсталайфе принимал Дмитрий Альбертович Таюрский, проректор по образовательной деятельности Казанского Федерального Университета. Спасибо, что смотрели прямой эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова